Прежде чем отвечать себе вопросам про Египет и про выход из Египта, в котором мы долго жили, нужно понять, зачем мы туда вообще попали. А поскольку в этой главе в субботу из него выходят, так когда мы поймем, зачем мы туда попали, мы поймем, зачем оттуда выходить. В этой главе, там происходят события, которые больше всего повлияли вообще на историю человечества, изменили весь облик человечества вообще. Потому что больше трех миллиардов людей сегодня, они живут в соответствии с теми моральными нормами, которые евреи получили тогда на Синае, перед этим выйдя из Египта. И вот это событие, что евреи выходят из Египта, и гора Синае, это то, что изменило просто облик всего мира, и всех моральных установок, которые сегодня считаются важными, в каком бы то ни было государстве. Вот мы жили в этом Египте, и мы там очень сильно... там было непросто, там было тяжело. То есть, Бог, если Он хотел дать Тору, ну, возьми народ, дай ему Тору, зачем перед этим вообще, зачем туда спускаться, зачем там находиться двести с лишним лет, зачем там так тяжело работать, дома, которые ты строишь, они рушатся. Зачем евреи выходили, проходили через Красное море и вышли из Египта? Это тот вопрос, на который нужно ответить. Я хочу подойти к этому вопросу немножко с психологической, что ли, точки зрения. Есть такой очень важный принцип, я вам сейчас покажу его на примерах. Когда человека кто-то спасает, между спасенным и спасителем возникает очень крепкая связь. Если это спасение было на 100%, или спасение от смерти, то эта связь, она практически не разложена. Первый пример. Значит, представляю себе, американская семья, счастливая американская семья. Сколько детей в счастливой американской семье? Три. Один. Мне кажется, два и лабрадор. Вот, два ребенка и лабрадор, американская семья, значит, поехала на отдых в прекрасные куда-то, в тропические страны, и они там, having fun, и тут вдруг один, они в какой-то момент замечают, что их маленький, самый, вот из двух сыновей, маленький, и, не знаю, Джон, да, он пропал. 200 метров оттуда, они уже его ищут, 3 минуты, 5 минут, 10 минут, 15 минут, Джонни нету, мама в панике, у папы уже тоже начинает закоротить, может, в голове, лабрадор тоже бегает ищет. Где же Джонни? 200 метров оттуда, за Джонни погналась, скажем, злобная, такая, очень злая, вот эта тропическая, дикая обезьяна. Джонни испугался, сорвался с обрыва, и дальше как в кино, все так в кино, да. Джонни держится за край обрыва, и медленно, вот здесь самая, это супер напряженная музыка, да. Вот эта, мне кажется, сцена в кинематографе, она была проиграна сотни, тысячи, может, я не знаю, десятки тысяч раз, да, и Джонни, значит, он отпускает руку, и тут слоу-моушен, и в последний момент, фу, его кто-то ловит, вытаскивает Джонни, что происходит после этого? Теперь самое важное, что происходит после этого. Теперь если Джонни, это, ну, допустим, не совсем маленький малыш, а он понимает, что происходит, он теперь всей своей жизнью, всем, что у него есть, он будет готов отдать, он теперь обязан вот этому человеку, который его спас, потому что тот его как бы родил заново, тот подарил ему жизнь. То есть, родители этого ребенка, если, то есть, бывают разные родители, но если они как бы хорошие, в общем-то, хотя бы немного хорошие люди по качеству, да, они будут готовы, нормальные родители, они готовы отдать за своего ребенка, я не знаю, почти все, или все, или может быть больше, чем все, я не знаю, да. Теперь эти родители, они будут готовы продать ему просто и отдать ему все, что угодно, потому что тот как бы создал заново жизнь их ребенку. И связь вот эта, и сила благодарности, которая есть между ними, она неразрывная. Тот, кто был спасен, он обязан тому, кто его спас, а тот, кто спас, он, в свою очередь, вложился, и, особенно если там был труд, он вложился и передал что-то тому, кого он спас, и его тоже тянет, и тянет друг к другу. Второй пример, второй пример, он такой более такой махровый, такой, из такого, знаете, из психоанализа. Психоанализа, а, то есть это был такой пример абстрактный. Теперь пример из психоанализа. В психоанализа есть такой очень странный феномен, очень странный феномен, Про то, что я сейчас говорю, это происходит вот сейчас, и сейчас, и сейчас, и сейчас. Что происходит? Приходит, допустим, девушка, пациентка. У нее, допустим, невроз навязчивых состояний и мания преследования. Человек живет в личном аду всю жизнь. Родители ее били, были алкоголики. Человеку нужна помощь, нужно лечение. Его надо спасать, потому что жизнь вообще не сахар. Теперь она приходит, допустим, что он мужчина, вот этот психотерапевт. Теперь в тех ситуациях, когда излечение происходит, и вот этот вот пациент, он освобождается, постоянно, это просто происходит постоянно, и нужно быть очень зрелым человеком, подкованным, и иметь дисциплину, силу, волю и так далее, чтобы потом, когда ты вот этому человеку помог, между ними возникает очень сильная гравитация. Да, очень-очень сильная связь, потому что он ее спас, и он в свою очередь тоже в кого-то вложился, и кому-то помог их, начинает тянуть другу так, что очень тяжело разорвать. И это такой известный, ну, то есть это происходит достаточно часто, что есть вот такие свадьбы. Теперь, если мы берем брак, то в браке то же самое, да, то есть, поскольку, если это хороший брак, то там они, то там муж и жена, они постоянно друг другу в чем-то так помогают, и спасают от, то есть, показывают, дают фидбэк, куда тебе идти постоянно, давая друг другу все больше и больше степень внутренней свободы, между ними они тем самым укрепляют вот эту связь, поскольку они как бы дали тем самым друг другу жизнь. Мы входим в Египет, Всевышний забирает нас оттуда, да, и вот эта связь, которая появляется после этого, она просто железобетонная, да. Во-первых, нам там было не очень просто, и для того, чтобы по-настоящему получить свободу, нужно ее очень сильно захотеть, нужно ее очень сильно захотеть, да. Поэтому в Египте было так интересно. И он поднял нас из состояния, которое хуже жизни, да, то есть, когда там спасают ребенка, да, он подарил ему жизнь. Мы в Египте находились на состоянии, когда египтяне унижали евреев так, что они находились просто ниже плин, просто так, что ниже невозможно. И когда тебя поднимают с такого уровня, с такого низа, этот уровень благодарности, который есть после этого, он просто невероятный. И, то есть, как это обычно происходит, кто-то кому-то помогает, да, кто-то кого-то в чем-то спасает. У кого-то свадьба, ты ему, значит, даришь немножко денег на свадьбу. Это похоже на, ну, как погладить, ну, погладить, сделать что-то приятное. Теперь, когда мы выходим, вышли из Египта, мы там были в рабстве, мы выходим из Египта, это не, это не, мне чуть-чуть приятно вот так вот. Это каждая моя клетка и все, что есть внутри меня, оно обязано целиком и полностью тому, кто меня вытащил оттуда. И это, как бы, это огромное желание, огромная благодарность и огромная страсть, которая происходит в результате того, что Всевышний нас на так спасает. И, то есть, зачем мы выходим, чтобы иметь вот эту стальную, прочную, постоянную связь. Интересно, я сегодня провел такое наблюдение, что в молитве Шмона Эсса, это молитва, то есть, это самый инструмент, такое, самое большое достижение, самое большое близость к Богу. Есть такой затрон, такая Аллаха, что благословение Гаал, Исраиль, спасающий Израиль, между ним и Шмона Эсса, вот этой молитвой, 18 благословений, не должно быть прерывания. И мне кажется, это как раз подходит под нашу тему, что, то есть, он нас спасает, это понимаешь, ты чувствуешь вот эту связь, и дальше на этом уровне связи ты входишь вот на этот, на общение, на общение со Всевышним. Это тоже я вам хотел сказать. Спасибо за внимание.